Улыбка не сходит с лица Герайнта Томаса. Он впервые в карьере выиграл Тур-де-Франс. Но триумфатора супермногодневки публика встречает без особого восторга. Хуже. На подиуме в Альпах британца освистали, а в Пиренеях фанат пытался толкнуть его на трассе. Причина тому тень, брошенная на репутацию его команды. Вот уже несколько лет допинговые скандалы сотрясают Тим Скай. Фигурант последнего Крис Фрум. В прошлом году на Вуэльте в его пробе нашли сальбутамол. Концентрация вещества в два раза превышала допустимую норму. Фрум принимал в опыта к называемому терапевтическому исключению якобы для лечения астмы. Из-за недостатка доказательств четырехкратный победитель Тур-де-Франс был оправдан. Расследованием еще одной скандальной истории, в центре которой оказался титулованный Брэдли Уиггинс, даже занималась специальная парламентская комиссия. В 2016-м хакерская группа Фэнси Бирс опубликовала документы, согласно которым гонщик получал от ВАДы разрешение на прием запрещенных препаратов. В частности, три амцинолона, ссылаясь на аллергию и приступы астмы. Исключение он запрашивал перед несколькими победными для себя стартами, в том числе накануне Тур-де-Франс 2012. Уиггинс уже завершил карьеру. К началу разбирательств их итог. Пара врачей и экспертов были отстранены от работы, а комиссия постановила, чтобы улучшить результаты своих гонщиков, команда Sky действовала в обход антидопинговых правил, но их не нарушала. Ну а пока те, кто считают, что победителей не судят, ввиду жаркие споры со своими оппонентами, команда Sky празднует шестую победу в Тур-де-Франс.